Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале и как обычно по традиции, правда немножко позже, мы начинаем с вами видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня на календаре у нас 18 июня и киевское время 21 час. За прошедшие сутки противник нанес 43 авиационных удара, 4 ракетных удара, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по нашим позициям и прилегающим к ним населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных авиационных ударов по территории Украины остается высокой. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьянском направлениях. В течение суток на этих направлениях произошло 26 боевых столкновений. Надо отметить, что число боевых столкновений немножко пошло на убыль по сравнению с текущей неделей. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, но немножко курьезно уже даже звучит. В 60-й раз самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко продлил учения вооруженных сил Белоруссии по проверке внезапной боевой готовности. То есть с апреля 2022 года войска не вылазят из этой проверки и она у них длится бесконечно. В остальном обстановка не изменилась и все стабильно, все контролируемо. На Северском и Слобожанском направлениях здесь противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар Янжуловка Черниговской области, ну и обстреливал все три области Черниговскую, Сумскую и Харьковскую со своей территории. Наша артиллерия отвечала, пыталась давить огневые точки противника. На Купинском и Лиманском направлениях враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестова Харьковской области. Успеха не имел, понес потери, откатился на исходные рубежи. Также продолжаются очень тяжелые бои за промзону населенного пункта Белогоровка Луганской области. На Бахмутском направлении здесь продолжаются бои на восток и северо-восток от Клещиевки. Наши войска имеют частичный успех и продвигаются и закрепляются на новых позициях. На Авдеевском направлении противник ввел безуспешные наступательные действия в районе Степнова и Авдеевки. Там неудачные попытки врага улучшить тактическое положение у крутой балки закончились фиаском для противника. Но и наши силы обороны продвигаются вперед, вглубь, оттесняя врага у населенного пункта Веселого. Тоже мы имеем успех, продвигаемся. Марьинское направление. Здесь защитники отразили все атаки противника в Марьинке и возле населенного пункта. Здесь тоже идут очень ожесточенные бои, как я вам вчера говорил, где-то уже на уровне фанатизма. Там настолько враг хочет захватить населенный пункт Марьинка. Но линия обороны стоит, никуда не двигается и наши защитники отражают все атаки врага. Далее. На Бердянском направлении. Здесь враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водянова Донецкой области. Успеха не имел. И на этом направлении за вчерашние сутки, за прошедшие сутки интенсивность боевых действий немного снизилась. Мы довольно сильно потрепали врага. Ну и сегодня преподнесли с утра такой прекрасный, на мой взгляд, подарок. Был огневым ударом нашей артиллерии. Был уничтожен командный пункт 80-й бригады Рашистской Федерации. Помните, я вам говорил, что здесь на этом направлении 80-я наша бригада воюет против 80-й российской и 37-я. Тоже такая симметрия цифр получилась. Так вот, сегодня, говоря простым человеческим языком, в Рашистской бригаде 80-й отрубили голову. Был уничтожен ее командный пункт, естественно, вместе с командным составом, который там находился. Далее, Таврийское направление. Здесь есть 2-2 новости, обе хорошие. В том плане, что, ну правда, она не подтверждена пока нашими официальными источниками. У нас мы продвигаемся на Таврийском направлении, в районе Пятихаток. Есть разные сведения. Ну, я считаю, что больше, наверное, стоит поверить тому, что в районе Пятихаток идут ожесточенные бои. И то, что наши войска, западнее и восточнее Пятихаток, продвигаются вперед. Кстати, Анна Малер, она у нас уже заместитель, она занимает должность заместителя министра обороны, но она ведет активную медийную деятельность. И вот она сказала, что за эти сутки на 4-х направлениях, правда, не озвучила каких, наши войска продвинулись вперед. И, как она сказала, на некоторых до 2-х километров. Может быть, это и относилось к Пятихаткам, но пока никаких направлений и населенных пунктов названо не было. Подождем. Российские паблики говорят, что российские войска отошли от Пятихаток и что вроде бы как населенный пункт переходит под контроль вооруженных сил Украины. Ну, дай бы бог, было так. Но, вот, Объединенный пресс-центр сил обороны на Таврийском направлении говорит еще одну новость по Таврийскому направлению, которая, в принципе, она, как они сказали, тянет на рекорд. За прошедшие сутки на Таврийском направлении вынесено 12 складов с боеприпасами российских войск. Кстати, в общем, ситуация начинает на Таврийском направлении и, наверное, сюда бы и Бердянское, я бы еще присовокупил, начинает напоминать отдаленно Херсонскую операцию, правый берег. Вспомните, мы полтора месяца выносили логистику российских войск. И в результате они, было принято решение уходить. Но тут добавляется еще, тут не только выносят логистику, вы посмотрите, Геничинск, Скадовск, горят склады в районе Бердянска. На всю глубину, мы достаем на всю глубину оккупированных территорий Украины, которую расшисты оккупировали. И у нас есть огневые средства. И все там горит, все взрывается. Мосты, железные дороги, станции железнодорожные, все горит, все взрывается. Но, на Херсонском направлении мы выносили логистику и ввели, будем так говорить, более сдержанные боевые действия. Здесь мы ведем контрнаступательные действия по всей линии фронта. То есть, мы продолжаем делать, с одной стороны, уничтожать противника, вынуждать его тратить максимальное количество боеприпасов в ходе оборонительных боев. А с другой стороны, мы еще, то есть, тут два направления действуют параллельно. А с другой стороны, мы выносим его логистику в плане горюче-смазочных материалов, в плане накопления техники и вооружения на оккупированных территориях, в плане уничтожения складов с боеприпасами. И, ну скажу так, что если мы будем продвигаться таким темпом, то мы уже недалеко от отметки, когда рашистская артиллерия сядет на голодный паек, в плане того, что те боеприпасы, которые они производят, они и будут в распоряжении их артиллерии. Потому что, по данным, по данным, по некоторым данным, дальневосточные склады начинают потихонечку заканчиваться. Ну, бочка не бездонная. Так что, вот такая вот ситуация. Может быть. Ну, посмотрим. Ближайшие, я думаю, неделя-две покажут основные направления сосредоточения наших усилий. И, соответственно, мы будем понимать, какую тактику введения боевых действий избирает наш генеральный штаб. Соответственно, будем ориентироваться, что нам ожидать в перспективе. Далее, Херсонское направление. Здесь противник продолжает вести оборонительные действия. К сожалению, наносит авиационные удары по Херсонской области. Ну, и обстреливает нашу правый берег Днепра, как бы населенные пункты Днепропетровской области, Херсонской области. Сам город Херсон подвергается обстрелам. И даже частично цепляет Николаевскую область. Там городу Очаково достается больше всех от рашистской артиллерии. Мы ведем контрбатарейную борьбу и пытаемся предотвратить эти обстрелы. Или хотя бы их уменьшить. Далее, в общем, можно сделать как вывод, за прошедшие сутки ситуация на линии фронта особо не изменилась. Общая интенсивность боевых столкновений за эти сутки немножко упала. Артиллерия продолжает поражение целей в тылу врага. Вот такой вот вывод можно сделать за эти сутки. Обстановка на море. На море тоже обстановка немножко разрядилась. В том плане, что враг снизил количество ракетоносителей, которые находятся на боевом дежурстве в акватории Черного моря. С ракетами «Калибр» и среди девяти кораблей, которые остались на боевом дежурстве, остался один ракетный фрегат, снаряженный, который может дать залп до восьми калибров. Еще вчера их было двое. Два таких носителя. Сегодня уже остался в море один. Далее. Временно захваченные территории. Здесь в основном Луганской области, российские, тут вот близость к Российской Федерации, она видно стимулирует. Огромное желание вернуться домой. Особенно у заключенных, которых якобы завербовали. Почему говорю якобы? Потому что думаю, что люди они подневольные. Им просто сказали, что вы идете. Может быть, кто-то и вызвался сам, чтобы не сидеть 20 лет в тюрьме. Но в основном-то, я думаю, что в приказном порядке команды набрали, заставили подписать документы, привезли на фронт. Так вот, среди них, особенно на территории оккупированных частях Луганской области, процветает дезертирство. Просто процветает. Они бегут с фронта. В лесных посадках рядом с населенным пунктом Новороссаш. Зафиксированы поисковые мероприятия российских дезертиров из числа мобилизованных. К розыску привлечены подразделения Росгвардии. То есть, вот эти сводные отряды Росгвардии, которые они отправляют в Украину, они сейчас в Луганской области занимаются поиском и отловом дезертиров, которые, скорее всего, движутся в сторону рашистской границы. У них оружие, они захватывают технику, очень часто угоняют эту технику. Ну, понятно, что угоняют, захватывают и угоняют. Причем не всегда транспортные средства, иногда и боевую технику, иногда БМП, БТРы, танки, даже танки. Были случаи, когда дезертиры, уходя с позиций, уезжали на танки. Не знаю, ехали они в Россию или нет, но в каком состоянии границ мы прекрасно понимаем. Это рейды РДК показали на то, кто охраняет. Потом я вам рассказывал, что там все равно границу охраняют срочники. И в нескольких километрах от срочников сзади стоят кадыровцы. Так что граница практически, будем так говорить, неохраняемая. Очаговая оборона, они же не сплошной окоп вырыли вдоль границы. Очаговая оборона построена на основе срочников, потому что кадыровцы там особо оборонять не будут. А тем более, если пойдут заключенные с автоматами наперевес, плюс мобилизованные, то которые уже побывали, которые уже обстреляны, то я думаю, что они там делов натворят. Дай бог, чтобы они нам натворили этих делов. Далее, у нас авиация силы обороны за минувшие сутки нанесла 14 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника. Также наши защитники уничтожили два зенитно-ракетных комплекса. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях. Это за прошедшие сутки. Поэтому не надо сразу говорить, что вы только что сказали 12. 12 складов, я так понимаю, будет в завтрашней сводке за прошедшие сутки. В итоге, за прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали личного состава оккупантов 650 человек. Также враг потерял в танках 7 единиц, в боевых бронированных машинах 23 единицы, в артиллерийских системах 13, 1 реактивную систему залпового огня, 2 вертолета. Сегодня еще добавился один, днем еще один К-52 сбили. Тоже думаю, что он будет уже посчитан в следующей сводке. 7 беспилотников оперативно-тактического уровня, 14 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки, что не может не радовать. Фактически получается, если брать по подразделениям, вот так, чтобы было понятно, то вот такие потери по технике и личному составу минус батальон, полный батальон. Это там до 500 человек личного состава, ну и как раз вот по технике будет. И плюс к нему 1 артиллерийский дивизион. 13 артсистем, там чуть-чуть не дотягивает до полного дивизиона. Ну, зато мы иногда берем побольше. 20 систем, это больше, чем артиллерийский дивизион. Вот, так что вот такие потери сегодня ежесуточно несет, несет Рашистская Федерация. Далее, немножко поговорим, буквально пару-пару моментов в военно-политической обстановке вокруг Украины и в нашей стране. Тут надо отметить, из такого наиболее важного Дания сделало заявление, что они готовы предоставить Украине Ф-16, если это решение будет одобрено Соединенными Штатами. Ну, вы знаете, правообладатель самолета Ф-16 является американская компания. И, соответственно, Соединенные Штаты должны дать добро на передачу вооружений третьим лицам, то есть нам. В Дании на сегодняшний день 43 самолета Ф-16, из которых 30 находятся в составе военно-воздушных сил страны. То есть они полностью исправны, они готовы к выполнению боевых задач, и они сегодня стоят в строю военно-воздушных сил Дании. Дания же пересаживается на самолеты пятого поколения, F-35, поэтому они, в принципе, готовы отдать. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны страны, который сейчас находится с поездкой в Балтийском море на одном из островов, принадлежащих Дании. Далее, британская разведка. Британская разведка помогает нам разведывательной информацией, и они сообщают, что оккупанты укрепили южную часть фронта в Украине ударными вертолетами. Ну, мы знаем, что в районе Бердянска, там сосредоточено, по данным разведки, Россия перебросила более 20 дополнительных вертолетов в аэропорт Бердянска, который находится примерно в 100 километрах от линии фронта. Причем там уже не столько, видимо, по количеству вертолетов Ми-24, Ми-28 и К-52, ну, там наша цифра 300 уже перевалила, и они привлекли уже вертолеты морской авиации. То есть, палубные вертолеты тоже будут принимать, видимо, участие, они огневой поддержки, но они разрабатывались именно под морскую авиацию. Вот их туда тоже перегнали. Ну, посмотрим. Я думаю, что наше командование поджидает хороший момент, чтобы передать привет этому аэродрому вместе с вертолетами. Так что, подождем. Думаю, в ближайшее время что-нибудь услышим. Еще одна новость, которая требует внимания, это Блинкин, глава Госдепа США, находится в Пекине. Он прилетел в Пекин. За последние пять лет это первый визит такого уровня. Если вы помните, он был отложен. Этот визит после встречи Байдена и Си Цзипиня, они договорились вроде бы на саммите о визите Блинкина, но он был отложен. Причем, инициатором была китайская сторона. Ну вот, визит состоялся. Он для нас очень важен, потому что, я так понимаю, будет обсуждаться в том числе и вопросы военно-технического сотрудничества Китая и Рашистской Федерации. Поэтому внимательно следим. Ну, сегодня первый день, пока итогов нет, хотя в Китае уже давно закончился день. Вот, я думаю, утром мы узнаем все новости первого дня визита. У него встреча с министром иностранных дел, у него встреча с главным дипломатом, и, возможно, у Блинкина будет встреча с Си Цзипинем. Ну, и из такого, я бы, знаете, не сказал, что это вишенка на торте, это пробитие очередного дна со стороны Рашистской Федерации. В городе Бердянске двое наших подростков, Тигран Аганисян и Никита Ханганов, находятся под следствием. Российские оккупационные власти обвиняют их в якобы планировании повреждения железнодорожной инфраструктуры в городе Бердянске. Мальчишкам грозит до 20 лет лишения свободы. То есть, вот такой Европарламент выступил с резким заявлением, требует немедленно прекратить производство против наших украинских ребят и снять с них все обвинения. Так что, вот такие вот выходки или такие вот дичайшие, наверное, случаи, с кем вы боретесь, вы с мальчишками воюете, вы придите на линию фронта и попробуйте повоевать с нашими силами обороны, а не с пацанами, которых можно обвинить в чем угодно. Вот такая вот сегодня не совсем радостная новость, и на этом мы с вами первый блок нашего видео закончим. Я по традиции сделаю паузу. Напомню, что кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Кто смотрит это видео, поставьте ему лайк, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Недавно была информация из иностранной прессы, что вскоре в Украине партнеры разблокируют ряд видов вооружений, которые не передавались ими ранее. Расскажите, что за оружие могут передать. Возможно ли в рамках разблокирования поставка дальнобойных ракет на 500 км и выше, есть вероятность передачи ракет JASM-Air на 1000 км. И что из себя она представляет? Ведь без ударов по тылу на территории противника выиграть войну крайне сложно. Да, действительно, войну в таких условиях выиграть крайне сложно. Но тем не менее, мы стараемся. И у нас это уже начинает получаться. Все отмечают, что стратегическая инициатива сегодня находится на стороне вооруженных сил Украины. На мой взгляд, осталось две номенклатуры вооружения, которые нам на сегодняшний день не поставляют наши партнеры. Это авиация, самолеты. И это ракеты с дальностью 300 км и более. Вот это все. Все остальное мы уже получаем. Танки есть, артиллерия есть, боевые бронированные машины есть, инженерная техника есть, все что угодно. Система ПВО есть. И все это еще поставляется. Боеприпасы есть. Что касается ракет, то да, мы ждем вариант, допустим, Штормшедов с дальностью 560 км. Возможно, будет французский Скальп. Возможно. Ну, это брат-близнец Штормшедов британской. Вот. И тоже дальность у него 560 км. Есть вариант там еще дальше, но думаю, что вряд ли нам дадут. А вот то, что вы сказали, ракета Джеймс Эйр, это последняя модификация этой ракеты. Это американская ракета, Локрид Мартин, как обычно разработчик такой ракеты. Ракета в 1984 году была принята на вооружение. И ее новейшая модификация, вот эта Джеймс Эйр Эйр, она была представлена в 2007 году на выставке в Ле-Бурже, в Париже. Чем ее особенность? Особенность этой ракеты в том, что она 2010 года выпуска. Точнее, 2010 года постановки на вооружение. В 2007 году ее экспонировали на выставке, а в 2010 году она уже стала на оперативную готовность. Дальность спуска этой ракеты 980 км. Она воздушного базирования и имеет класс воздух-земля. При этом вес ракеты тонна, 1020 кг. и головная часть ракеты 435-450 кг. В зависимости от вида головной части. Там может быть проникающая головная часть, то есть она может быть как противобункерная, использоваться. Вот так и просто осколочно-фугасная головная часть. Точность этой ракеты на дальность почти 1000 км, 980 км, гарантированная дальность, 3 метра отклонения у этой ракеты. То есть точность такая же, ну, 3 метра дают на Хаймарс, на 75 км. Ну и вот на такую ракету тоже дают 3 метра. Кстати, есть два варианта. Есть вариант 2010 года этой ракеты, вот она, JASM Air, это на 980 км. Но я бы, допустим, не возражал, если бы нам передали ракету просто JASM, 1986 года образца, она, у нее дальность 370 км. И более там написано так. То есть она может лететь, я так понимаю, до 500 км где-то. Но 370 км заявлено. Все то же самое. Точность, головная часть 400 км с лишним килограмм. Все. Ну, начать можно с этого. И эти ракеты гарантированно есть на складах, их запас достаточный. Тем более возраст уже серьезный у ракет, и было бы неплохо обновить свои запасы. Так что для нас было бы тоже хорошо, если бы эти ракеты 370 км, это тот минимум, который мы просим на сегодняшний день. И тогда вопрос, допустим, полного огневого контроля над Крымом решается. Причем не дожидаясь, пока мы придвинем, как я вам уже рассказывал, придвинем стартовые позиции или точки пуска имеющихся у нас на сегодня ракет. Ну, касается Storm Shadow. Вот такая вот ракета, которую было бы неплохо нам получить. Ну и авиация. Ждем авиацию. Самая больная у нас вещь, это авиация. Еще неплохо было бы, я бы отметил, побольше нам этих станций радиоэлектронной борьбы. Вот здесь, да, потому что, ну, надо отметить, что в Рашистской Федерации рэп довольно сильный. Он нам создает трудности в плане организации ведения боевых действий. Далее, очень интересует вопрос, что же будет с Марьинкой? Живем недалеко, долетает Арта регулярно, не знаем, что делать и не знаем перспектив. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по данному поводу? Возьмут ли орки Марьинку? Будет ли возможен вариант наступления в том направлении? Ну, думаю, что нет. Шансов того, что они возьмут Марьинку, ну, практически нет. Она держится уже 15 месяцев, да, 15 месяцев, 16 месяцев скоро пойдет, как держится Марьинка. Поэтому я не думаю, туда уже бросили и этот Ахмат Кадыровцев. Помните, я вам рассказывал, что они пытаются там рвануть жилы и сказать, что да мы же не хуже вагнеровцев, вот сейчас придем и быстро возьмем Марьинку. Там и спецназ российский воюет. Но результат неизменный. Марьинка стоит и линия фронта никуда там не двигается. Они несут огромные потери. Кстати, сейчас сняли часть Кадыровцев для вот этого... Фу-фу-фу, правая рука Кадырова. Все-таки его есть информация, что все-таки его вроде как ранили и он находится в Краснодаре, в госпитале, возможно, даже потерял конечность и в крайне тяжелом состоянии. И была задействована даже авиация в его эвакуации, поиски эвакуации. Так что часть Кадыровцев снята с Марьинки и они находятся тоже в Краснодарском крае, охраняют вот этого, как Кадыров говорит, его брата. Так что насчет Марьинки. Единственное, что вам, ну, если у вас регулярно прилетает арта, то я думаю, что почему бы не подумать об эвакуации. Потому что снаряд это... Это и есть снаряд. И может быть и шальной снаряд, который прилетит. Не дай бог, конечно же. И чтобы подвергать себя такому риску, свое здоровье, свою жизнь, я бы, наверное, не стал. И просто с целями безопасности, личной безопасности, эвакуировался на большее расстояние или в более безопасное место. Вот так бы я это характеризовал. Вопрос. Мы ждем F-16. А как используются МИГи, полученные в прошлом году? С уважением Киршнер. Как используются? МИГи стали в строй. Их передали нам. Наши пилоты все приняли, техники приняли. И они, я даже сказал, что они сегодня выполняют боевые задачи. Вот когда я говорю, что там наша авиация там выполнила 19 задач, в том числе в выполнении этих боевых задач участвует и МИГ-29, который нам передали и Польша, и Словакия. И даже отмечал такой нюанс, что эти самолеты могут быть оборудованы, и скорее всего они оборудованы, под управление, системами управления западными образцами вооружений. И подвесы у них на крыльях под западное вооружение. То есть не надо ни переходников, никаких. Есть блоки управления оружием, чтобы запускать ракеты. И да, мы сегодня, слава богу, воздушных боев нету. Мы небо от российской авиации закрыли. Страны небо имеется в виду. На линии фронта боевых столкновений в воздухе мы пока не наблюдаем. Так что они, скорее всего, используются на сегодняшний день в качестве, он же истребитель-бомбардировщик. Так вот, в качестве нанесения ракетных и бомбовых ударов по позициям противника на линии фронта и в ближайшей глубине его обороны. Вот так они используются. Но они в строю, пилоты на них есть, летают, выполняют огневые или боевые задачи. Добрый день. У меня вопрос. Способен ли самолет F-16 сбивать баллистические ракеты типа Искандер, С-300, С-400 или нет? Нет, баллистику он не сбивает. Баллистику он помогает наводить комплексы типа Патриот. Он может сбивать крылатые ракеты, может сбивать шахеды, то есть дозвуковые цели, да, он сбивает. Его может разведка наводить. А так он в спарринге с Патриотом работает как воздушно-разведывательно-ударный компонент системы ПРО. Вот. Комплекс может, он у него, радар видит на большой расстоянии, несколько сот километров. И, соответственно, он может засекать эти ракеты и передавать цели указания, цели указания комплексу. Комплекс уже, сам комплекс Патриот в версии ПАК-3, то есть противоракетной версии, сбивает эту баллистику. Он борется с баллистикой. Вот. А если ракета попроще, типа крылатая, то тогда, наоборот, с командного пункта комплекса может поступить цели указания летчику с указанием координат точки перехвата. И он мчит к этой точке и сбивает эту, находит и сбивает эту ракету. Вот так вот он здесь. Но с баллистикой он не борется. Добрый день. Скажите, будь ласка, как вы означает, какой тип летака, взлетая с территории Рашки? Например, МиГ-31. Слава Збройным Силам Украины. Очень просто. Разведка и спутник. Разведка имеется в виду агентурная на месте. Сразу же видно, какой самолет взлетает. Ну, я всегда говорю, так, немножко в шутку, конечно же, я всегда говорю, что там где-нибудь возле аэродрома бродят периодически там либо грибники, либо ягодники, там, собирают ягодки, грибочки. Вот раз загудело что-то, хоп, посмотрели, ага, взлетел самолет. Естественно, видно, визуально видно, какой самолет взлетает. И дальше. А дальше дело техники, информация пошла. Также спутник сверху висит на орбите и внимательно в свой электронный глаз, если уже так на волне юмора, смотрит, какой самолет взлетает. И поэтому мы знаем сразу количество и тип самолетов, которые поднялись с аэродрома. Тем более, что вы же видите, что все аэродромы Российской Федерации, особенно где находится стратегическая бомбардировочная авиация, это вот и Ту-22М3, и Ту-95, и Ту-160. Ну и в связи с тем, что МиГ-31 стал носителем ракетного комплекса «Кинжал», то и его можно отнести к этой категории, к категории особого внимания. Поэтому все сразу же мгновенно, мгновенно узнается. Посмотрите, как работает белорусский ГАЮ. Да, прекрасно, молодцы ребята, надо отдать должное, при том, что в условиях... Так они вообще, у них не спутников, ни радиолокационных станций дальнего обнаружения, ничего. Но мы четко знаем, что, особенно когда в Беларуси дислоцировались эти МиГ-31, мы знали сразу же, сообщения были, и сегодня есть сообщения, какие самолеты, с какого аэродрома, когда взлетают, какие машины, где едут. Так что, вот вам прекрасный пример, как работает разведка. Комплексно работает разведка. Каждую неделю наши воины собирают великие урожаи. Вы так это называете. Дуже добра названа для этого момента. По всякой технице. Так ось, вопрос, сколько в них этого металобрухта. Мы его нищим просто пачками. Это же не какой-то шуруп, который тысячами за хвилину наклепать можно. Это большая техника и очень сложная у производства. Сколько их у них. Гаубицы, бронемашины и так далее. Это еще и доставить снова на позиции нужно как-то. Да, там огромная машина, огромный механизм тылового обеспечения работает на... Вот почему говорят, почему мы логистику выносим. Для того, чтобы обескровить фронт. Без логистики они ничего. К величайшему сожалению, надо констатировать, кстати, в начале войны мы очень там сильно занимались вопросами подсчета. У них, допустим, там БМП, БТР около 10 тысяч. Танки 28 с половиной тысяч насчитали. Ну, это включая Т-34. Но, тем не менее, там такие танки, как Т-72, Т-62, Т-55, они тысячами штук стоят на хранении в Рашистской Федерации. Они сегодня практически ничего не производят. Нету Т-90 новых, там они собрать хотели Т-72Б-3. Французские фирмы как-то умудряются там поставлять комплектующие, прицелы там стоят французские на них. И они планировали, последние сведения были, что там где-то партиям несколько десятков машин должна была выйти до конца года прошлого с территории Уралвагонзавода. То есть, основного танкосборочного завода Рашистской Федерации. Сегодня там просто ремонтируют 72-ки, 62-ки, кстати, были даже фотографии, что завод там работает круглосуточно, фотографии в цеху, и мы там увидели танки. Вот Т-62, они, допустим, делали модернизацию, меняли радиостанцию, ставили новый прицел с лазерным дальномером и одевали активно-реактивную броню. Все, вот это вся модернизация. Ну, плюс надо завести этот танк, чтобы он мог передвигаться и мог выполнять боевые задачи. Но, к сожалению, вот этого железа у них там просто немерено. Поэтому этот поток нескончаемый. У них больший дефицит составляет личный состав. Ну, и за счет того, что мы наносим огневое поражение, вот сейчас наша артиллерия, я так понимаю, развернулась в полную силу в плане уничтожения техники. Так вот, наступит такой момент, он не сразу наступает, но наступит такой момент, когда тыловое обеспечение не будет успевать пополнять потери в технике и вооружении. Вот. И, кстати, именно это вот такие объемы техники и вооружения, которые гоняет Россия туда-сюда, со складов на завод, с завода на воинскую часть, с воинской части в Украину, на базу, куда там они, или сразу с завода в Украину. Там идут эшелоны. Эшелоны идут день и ночь. Их очень много. Вот поэтому мы и начинаем перерезать железную дорогу. Поэтому Россия привязана просто вот как на цепочке, на ополотке, она привязана к железнодорожным линиям. Если нет железной дороги, у них начинаются проблемы с техникой и боеприпасами. И с топливом в том числе. Вот. Так что вот такая вот ситуация. Очень много железа. По артиллерии там около пяти тысяч стволов у них на хранении. Они еще могут снимать, снимать. Они еще, еще не, они там начали частично снимать гаубицы на 70-х годов. Но они же еще не добрались до гаубиц Второй мировой войны. Этих же еще орудий там стоит очень много. Так что вот такая вот ситуация. Доброго вечера. Питание. Можливо, дещо не зручно, но много людей вважают, что Турция допомагает Россию, дает саме в интересах НАТО. Допомагаючи Россию, дает саме в интересах НАТО. Вони надают Россию информацию и просувают их наративы. Тесно спілкуются с Путином и поставят Россию чипы и другие детали для выготовления ракет в обход санкций. А с другой стороны, байрактары дают Украине. НАТО таку поведенку Турции одобрює своїм мовчанием и збережением ее членства в своем складе. Висновок такий, что странам НАТО вигидно ослабить и Россию, и Украину. И какомога надовше затягнуть наш конфликт. Что вы можете сказать щодо цього питання? Я дивлюсь ваши выпуски. Цікавить ваша думка. Смотрите, я не соглашусь с вами, что выгодно затягнуть. Нет, они уже пишут планы маршала по восстановлению Украины. Потому что они надеются войти сюда на самых льготных условиях. Войти сюда в качестве инвесторов на восстановление Украины. И получить еще подряды на разработку полезных ископаемых. Кстати, на месте залегания которых идут сейчас самые активные боевые действия. Это юго-восток Украины. Это черноморский шельф между Крымом и Украиной материковой. Так что им не выгодно затягивание войны. Нет, не выгодно. А Турция? Нет. Она действует... Вот, кстати, в этом плане Эрдоган ведет максимально независимую политику. Он ведет политику в интересах Турции. Ему наплевать там на НАТО. Он держится там в каких-то рамках НАТО. Но я не думаю, что он сильно прислушивается там. Он действительно поступает, как он считает нужным, именно в интересах Турции. Поэтому нам, Байрактары, российским туристам, все отели, все открыто. Потому что надо же куда-то продавать свои товары. Газ транзитирует российский в Европу. Получает Турция газ. Вот Эрдоган обещания ждал перед выборные. Ну, это фактически, будем так говорить, косвенный подкуп избирателей. Ну, что каждая семья получит какой-то объем газа, там, почти в течение года, по-моему, будет получать газ бесплатно. Вот, так что, ну, у них газ в баллонах, у них газификация очень-очень низкая в стране, уровень газификации. Вот, так что он действует, в первую очередь, для того, что он практически спас лиру. Лира сыпалась, там инфляция была бешеная. Он стабилизировал курс лиры, удержал ее, и удержал страну от финансового кризиса. Благодаря чему? Ну, благодаря тому, что он и вашим, и нашим. На все стороны Мастак. Плюс, там Турция больше, наверное, сейчас заботится об регулировании конфликта на Кавказе. И там тоже, видите, Россия там тоже в свои пять копеек вставила. И оттуда вытолкать очень проблематично. Ну, правда, сейчас туда Франция там заходит. Посмотрим, как это отразится на ситуации вокруг конфликта Армении и Азербайджана. Так что, нет, я думаю, что Эрдоган, в первую очередь, действует в интересах Турции. Ну, так, как он считает нужным. А НАТО, нет. НАТО, наоборот, было бы выгоднее больше контролировать Эрдогана, чем вот так вот получать от него такие сюрпризы, которые даже их иногда ставят в ступор. Ну, что ж, вот на вторую часть, на этом мы тоже с вами закончим. Постараемся сегодня сделать более короткий выпуск. И у нас остается с вами третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым комментарием сегодняшнего дня будет следующее. Секундочку. Кстати, не все помнят, что Россия в одну войну уже проиграла, подписав мирное соглашение на условиях свободной Чкерии. Естественно, эти люди не помнят и то, что президент России после этого успешно переизбрался. Дело не столько в том, выиграет ли Россия войну. А что будет после наступления мира? На суде Саддам Хусейна прокурор назвал диктатором. Хусейн выразил протест. Судья согласился. Да, вы не были диктатором, но ваши подчиненные хотели, чтобы вы были диктатором. Когда Путин уйдет, то его подчиненные тут же начнут искать нового Путина или нового Сталина найдут. Судья, что воротник для врага у этой войны начался, все, что должно быть, мы с вами свою историческую миссию виконуємо. Все, что не завершили минулые поколения украинцев, завершено. Час от плати настав. Мы сильны, как никогда. Слава героическому народу Украины и вооруженным силам Украины. Кыргызстан, Бишкек. Даже имперец и военный преступник Гиркин отзываются о бункерном дедушке брезгливо и нелестно, с презрением просто. У меня, кстати, очень большие сомнения насчет бункерного дедушки. Он в последнее время настолько активный. Но из настоящих, я думаю, что в Петербурге на форуме вполне возможно, что был настоящий. А вот эти вот встречи с африканцами и прочими, он слишком как-то вел себя так непривы. Во-первых, он энергичный, а Путин более такой больной. Во-вторых, он боится инфекции, а тут он ручкается, сидит за одним столом рядышком и так очень весело и бодро ведет себя. Машет руками, а у Путина там с координацией как-то так не совсем. Ну, правда, есть такие позитивные симптомы. Когда он произнес фамилию Залужную, наш заикаться начал. Видимо, это производит на него огромное впечатление в отрицательном смысле. Почему молниеносное СВО уже более 400 суток стыд, срам и позорище такой могучей стране и его президенту смотреть противно на эту бледную моль? Мы проживали в Михайлевце. 17.06. был вымкненный интернет. В вечере та в ночи шли колонны на Васильевку. Ну, это, я так понимаю, так это же переброска вот этой 49-й армии Васильевка, она же находится в оккупации под контролем расширских войск. И они снимают с Херсона, с юга Херсонской области, сняли часть войск и перебрасывают их на запорожское направление. Они очень боятся, что мы начнем более активные действия в контрнаступлении. Нет даже слова подходящего, тем более в великом и могучем, чтобы описать те чувства, которые вызывают у нормальных людей русские. Нет никакой фобии, никакого страха, есть чувство омерзения, рвотный рефлекс, так как когда-то наступаешь голой стопой на огромного таракана. Ну, вот такое сравнение. Петр Первый прорубил окно в Европу, полило его, законопатил и прорыл туннель в Африку. Видимо, в детстве не читал Чуковского. Ни за что на свете не ходите, дети, не ходите дети в Африку гулять. Да, такое писал Корней Чуковский. Там же еще и Бармалей. Про Запорожскую атомную станцию. Меркую еще никто, реакторы подрывать не будут, замучаются, они подрывают место сберегания в отходе. Ну, как версия имеет право на жизнь. Но как версия. Донецк был не довольно красивым городом, а просто прекрасным городом. Там самые старые дома перемешивались с новостройками. Там были прекрасные парки. Там одна из немногих крупнейших в мире спортивная арена. Всегда были праздники. Жили красивые, счастливые люди, которые умели работать и отдыхать. Растили детей, любили свой город. А Россия влезла и все это разрушила. Ну и еще один. Живу в Донецке все 9 лет. Жду возвращения Украины. До 2014 года жизнь была в разы лучше, чем при ДНР. Именно вот такие лугандоны виновны в этой войне. Если хочется жить в России, то никто никого в Украине не держал. Могли бы туда, в эту Россию и ехать. И именно когда ты в ней живешь, одних это лечит, а другие уже в мозгу мертвы. Вот на такой вот ностальгической ноте по возвращению конституционного порядка и в состав родной Украины мы с вами закончим сегодняшнее видео. Видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. И напоминаю тем, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Также, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Отдельные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога за нами! Слава Украине!